Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас очередной выпуск, к сожалению, неприятный продолжение именно скандала, связанный с блогером-кладоискателем Дмитрием Мусыхиным и обманутого мальчика-сирота Данилы. За эту неделю, как я выложил скандальное видео о Дмитрии Мусыхине, я был потрясен, что происходит на ютуб-площадке в сообществе кладоискателей. Я узнал такие вещи, что уму непостижимо. Происходит просто кошмар. Шантажируют блогеров, в том числе шантаж и меня. Блокируют каналы, а потом за деньги их разблокируют. Озвучена даже сумма 30 тысяч рублей, а также сумма в тысячи долларов. Пострадало много каналов. Кто воюет, делает сопротивление, к сожалению, проигрывает. А кто слаб и беспокоится за свой канал, платит деньги. Все, кто связан с МД-регионом, пострадали на 100%. И это не реклама, а реальность. Оглашать и озвучивать переписку ни с одним блогером я не стану, так как просили не разглашать переписку. Блогерам меня поймут, о чем я говорю и о ком. А обычным подписчикам это не нужно и не интересно. Вам нужен просто интересный контент. А сейчас, ребята, я хочу вам прикрепить видеосюжет, который я немножко отредактировал. Именно общение и привет, пожелания Дмитрию Мусыхину. Где он публично говорит всю ситуацию, всю историю. И я думаю, вы обязательно посмотрите, выслушайте. И ваше мнение, если кто-то был против, поменяет. Так что, ребята, полная версия видеосюжета и общения будет под этим видео. Ссылочку на канал отца я скину. И вы можете все там посмотреть в мелких подробностях. Итак, ребята, напоследок хочу сказать всем тем, кто брызжет желчью, кто поливает меня грязью, оскорбляет и унижает. Подумайте своим мозгом, что это, ребята, статья. И, может быть, вам за это что-то будет. Но, если есть у вас серое вещество, подумайте и удалите заранее свои комментарии. Иначе, если что-то пойдет в судебный процесс, вы тоже можете стать как соучастником. И это уже называется статья серьезная. Групповое, ребята, групповое. Так что, рекомендую. Те, кто написал, удалите. Кто думает написать, сначала подумайте. А тебе, Дима, желаю, чтобы ты очнулся, прозрел и все же публично извинился перед пацаном Данилой и перед отцом. Он не требует никакой денежной компенсации, а просто чистого уважения и извиниться. Так что, на этом, ребята, и все. Смотрим именно диалог с отцом Данилой. Всем здрасте, дамы и господа. Надеюсь, вам меня хорошо слышно. Я отец Данила, Александр. Честно говоря, вот этой вот бурей в стакане воды я не ожидал, которая поднимется по поводу Мусихина. Видео записывают рука с одним. Так сказать. Чтобы правильнее выразиться, чтобы поняли. Потому что меня достали. Достали вот эти тролли Димины. Ребята, вы что не понимаете, что написав вот эти вот комментарии под видео, вы просто лишний раз показываете, какие вы ублюдки. И в одноклассниках, и в других группах. И своему гуру вы не делаете никакой рекламы или защиты. Вы просто лишний раз показываете, какие вы, понимаете. Он, вероятно, достоин таких, как вы. Вот. Цель видео, цель видео была не сбить с Димы бабок. Я бы даже сказал, не унижать его, а просто заставить, чтобы он извинился. Извинился перед моим ребенком. Извинился перед всеми теми, кому он насрал в душу. Потому что, ну, некоторые моменты, они, понимаете, ну, не прощаются. Мне от него не нужно ни единые копейки из его рук. И карточку свою, кстати, на карточке. На карточке Дима. Там история переводов есть. Это для таких идиотов, как ты. Ты меня поливаешь за спиной грязью. Вот. А ты не думал, что подав. Подай, если ты всем пишешь, что я врую, у меня нет доказательств. Подай на меня в суд. Вот, я тебе скажу, что прокуратура, прокуратура распакует карточку без моего ведома. И все треки с переводами и с сообщениями, о которых, может, ты не помнишь, да? На что это и шло. На крестик ребенку. Я там тебе написал полностью и потом еще в личку тебе писал. До того, как ты меня забанил. Я же считался другом канала. Когда у тебя затопило, блядь, твой дом. И ты плакался. А пацаны, пацаны, вот, картошки, есть нечего, блядь. Я особо не нуждался тогда в деньгах. Я получал хорошо. У меня нормальная работа. Профессия хорошая. Вот. Я тебе послал помощь. Причем это были не донаты. Еще раз повторю. Под каждым отправлением и шло описание на что это идет. Так что тут ты, дружок, пролетаешь. А на вот эти чертячие заявления. А ты покажи свою карточку. Там портянка, ребят. Как бы вам попроще объяснить. Не с одним переводом. Чтобы указать, что именно это моя карта. Там будут карты не только Димы, но и кашевого. Потому что я покупал у кашевого... Ну, мне нравились некоторые монетки там. И на халяву-то я деньги не кидал Олегу. Так, ради прикола пару раз через PayPal. И все. Я не донатер. Я такой же копорь, как и вы. Коллега у меня как бы претензий насчет его честности в делах нет. Никакой. Коля чемпион. Коля чемпион меня поддержал, кстати, в этом вопросе. И этому есть доказательства. Потому что я как к совладельцу канала обратился к нему. После кидка Диминова. Он пообещал разобраться. Но потом, сколько я его не спрашивал, он молчал. И через неделю буквально его Дима с канала тусанул. Об этом есть скрин-прины. И я их выкладывал. Вот. Ну, а... В том, что я просил Олега, чтобы он вразумил Дмитрия. Это лишнее говорить просто-напросто. Как бы тут мужское естество у каждого свое. Кто-то... Я не знал, что он, допустим, пастыр там или не пастыр. Меня это вообще, честно говоря, тема не интересует. По одной простой причине. Если ты пастыр, ты должен порицать порицаемое. Всем заповеди не укради и все остальное. Это его дело. Что он там пропагандирует и как его дела там обстоят. Меня это вообще не касается. Грубо говоря, как и других друзей Мусихина, которые впоследствии с ним пиарились там, о них я упоминать не буду. Хотя тоже сообщений там немало было. Единственный в этой истории повел себя правильно. Это Валька. Я бы, может быть, этого даже не опубликовал. Саня Матяскин, кстати, об этом знал с самого начала. И молчал два года, несмотря на то, что его постоянно оскорбляли, парафинили, флудили у него под видео. Вот, еще раз повторюсь. Подав на меня в суд, даже без моего ведома, всю портянку переводов, и моих, кстати, и Димину карту вскроют. Там вопросов-то будет намного больше. Понимаете? Куда, откуда деньги, за что деньги? Хотя в данном моменте будет нужен только один отрезок. Цель, цель, видео. Не посадить Диму, а заставить его извиниться перед ребенком. И не надо включать дурака, Дмитрий. Ты прекрасно, прекрасно знаешь, за что тебе переведены деньги. Андрея, Андрея Бойко, ты ввел, ввел, грубо говоря, в заблуждение. Ты озвучил эту тему на одном из стримов, который ты удалил. Мне человек перевел деньги за крест. Заранее. Конечно, заранее. Если ты не знаешь, у Нумизматов сначала отправка денег идет, а потом товара. Ну, когда я на видео, на стриме увидел, когда тебя человек спросил, по поводу перевести. Деньги-то я отдал, где монеты или что разыгрывал. Ты вон послал, клубо говоря, и кинул в бан. А мои сообщения на стриме, которые, кстати, можно даже прочитать по интернету, потому что видео-то, ты как помнишь, когда у тебя забанили канал, у меня же вся портянка твоих видосов была. Полная. И там вот эта вот строка, которая бежала с моими вопросами, она была очень хорошо видна. С такими, как ты, я никогда не связывался. Мало того, ту суть и сущность свою, которую ты показал, я просто презираю. Видео твои я не смотрю мне глубоко насрать, понимаешь? То, что там мне пишут люди, что он сказал, напиши это мне. У меня ты заблокирован, точно так же, как и я у тебя. Напиши с другого аккаунта. Сделай себе страничку Дмитрий Мусихин. Но сказать-то тебе нечего. Кроме говна, извини за выражение, от тебя ничего не льется. Единственный человек, который, который со мной общался, ну почему ты не общаешься, я не знаю, это Андрей Бойко, который тебя и поставил на место. И под которого ты подогнулся. Чтобы он решал вопросы. Ну угрозы, я не понимаю, мать Аскину, какие могут быть? Вы там что, собрались Санька нагнуть? Санек, все правильно тебе дал. И все, допустим, те, что были характеристики и все остальное, это все о тебе. Почему вы спрашиваете, почему не вписывай своего ребенка? Да это не я его вписал. Мы были зрителями канала, зрителями канала Мусихина Дмитрия в поисках золота. И ребенок у меня попросил этот крест, я сам копорь, понимаете? Ну у нас тут нет таких, у нас есть другие. Но Дима просил помощи, давай поможем дяде Диме, приобретем крестик. Я Диме написал, нужен оберег для ребенка, хочу для своих пацанов, туда-сюда. Я еще хотел купить и второй. Слава Богу, не перечислил ему деньги, увидев там кое-какие от парней комментарии. Не матом, ничего, а просто то, что не чист на руку. Распечатку, распечатку, еще раз повторяю, распечатку полностью своей карты с моими выходными данными я не покажу. Этого может увидеть только прокуратура. Но прокуратура Дим тебя нагнет по полной. И там уже не поможет ничего. И там не будет ни тысяча. Как говорит Андрей, за тысячу не сажают. Да, может быть, за тысячу не сажают, но мошенничество в особо крупных размерах, оно есть, понимаешь? Мошенничество в средних размерах, введение в заблуждение своих подписчиков. Там статей-то можно прикрепать очень много, это смотря какой обвинитель будет. Ты пойми. И, пожалуйста, не пишите и не втягивайте моего ребенка в это говно. Ребенок и так уже насмотрелся, он знает, что такое обман. Копа видео он больше не смотрит, потому что такие, как Дима, порой, ведя, начиная вести нормальный детский контент о путешествиях и обо всем, и заявляя, что у меня семейный канал, потом начинает на нем материться. Вы представьте, как можно будет объяснить, если ребенок услышит слово пидор в пять лет. Кто это? Петух? Ну это ладно, в сельской местности петухи, они куриные мужья, курта топчат, чтобы яички были. Но все остальное это невозможно. Я своего ребенка в это не втягивал. Данил передал привет дяде Диме. Данил спрашивал у меня, где крестик. Я сказал, что дядя Дима нас обманул. Крестика не будет. От тебя, Мусихин, мне не нужно ничего, кроме морального, компенсации, морального ущерба. И не деньгами. Запомни, деньги мне от тебя не нужны. Если затеешь какую-то хуйню с судом, объясню еще раз. По суду там уже будет совсем другое идти. без моего ведома вот эта вся портянка вылезет людям. Я даже ее сам опубликую. И там ты уже не отвертишься, понимаешь ты. А гнать меня, гнать на меня моим друзьям за спиной. Это в твоем стиле. Боливар же не вывез двоих, ты уже одного скинул. Теперь начал скидывать подписчиков. И недовольны. Держал я эту историю в себе. Только до того момента, пока уже Данил стал соображать, что к чему, я ему обещал, что мы запишем видео. И мы его записали. Правда, братик маленький его постоянно отвлекал. Но это ничего. Дети у меня дружные, стоят один за другого горой. В будущем, я думаю, все будет нормуль. так как ты им уже преподал первый отрицательный урок, что нельзя верить слащавым личикам на ютуб. А таким пацанам, как Валек с МДНом в помощь, с Санем Атяскиным, которые не засали, не включили заднюю, а показали твое лицо, я благодарен. Благодарен еще тем ребятам, у которых есть дети в реальности, нормальным людям, и которые осуждают подобные действия. Ну, а все остальные вы достойны того, чего вы стоите. И своих комментариев. На чем откланялся. Удачи на копе.